Кухня ЖКХ При содержании общего имущества появилось после того, как собственники у нас перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Если раньше были общедомовые нужды, то сегодня отдельной строчкой, поскольку эти ресурсы внесли в услугу содержания жилья, поэтому ее предъявляет управляющая компания, и вот таким образом она отражается в квитанции. Это касается и электроэнергии, и воды, и горячей воды, и канализации. Это мы видим в квитанции за услуги управляющей компании. А как считается это КАИР? По каждому коммунальному ресурсу в регионе установлен норматив. На столько-то метров общей площади дома приходится столько-то воды, электроэнергии и так далее. Для чего? Для освещения подъездов, для помывки полов, поливки на дворовой территории каких-то растений, подготовки инженерных систем к отопительному периоду, промывка, опрессовка. Но когда у нас установлены приборы учет на вводе в дом, и у каждого в квартире стоят свои, вот этот коммунальный ресурс на ОДН считается, ресурсоснабжающая организация немножко по-другому. Она берет показания за месяц общедомового прибора учета и вычитает из него сумму показаний всех квартир, которые передали свои показания. И разница эта предъявляется в управляющих компаниях как коммунальный ресурс для содержания общего имущества. Практика показывает, например, по электроэнергии, если индивидуальные приборы учета стоят внутри квартир, а не на лестничной клетке, вот этот вот ресурс, предъявляемый жителям, увеличивается. Если счетчики на лестничной клетке, то поскромнее эти цифры. Вот тут мы и пришли к еще одной проблеме. Все ясно, наши хитрые соседи экономят деньги вместо экономии ресурса. Какая сумма этого КР при СОИ? Примерно нормальная, а когда нужно задуматься, так ли милы наши соседи? Каждый дом совершенно разные цифры. 300 есть по 600 в месяц на одну квартиру. Есть с минусом. Какие-то затраты все равно, они должны быть. Но 5 рублей, 20 рублей, 50 рублей, это максимум должно. Бывают и иные поводы для перерасчета, например, когда человек долго не передавал показания, ему начисляли плату по нормативу, а потом он предъявил данные счетчика. Что же делать собственникам, чтобы не платить за обманщиков и путешественников? Принять на общем собрании решение, как распределять КР. Понятно, что по квадратным метрам все распределяется, но тем не менее. Можно по нормативу, большую сумму каждый месяц. В любом случае, в конце года нужно будет корректировать ее на общую величину. Или все же брать, например, прошлый год, среднемесячную. Управляющая компания предлагает варианты, а собственники принимают решение. В непростой теме ЖКХ сегодня стало чуть больше понятного. Задавайте вопросы нам, 211-101, и мы на нашей кухне будем разбираться и разъяснять с профессионалами. КУХНЯ ЖКХ